Всем привет, Лут снова тут, ну а сегодня ты узнаешь как собственно летать на Виспе и какой у меня билд на нее. А давай начнем с тобой наверное с самой интересной части этого видео, это с полетов. Теперь при желании ты можешь поддержать канал на бусте, стань фанатиком рандома. В открытый доступ я сливаю все забаненные стримы, а в закрытом доступе собственно те видосы, которые я не хочу, чтобы попали в общий доступ, как вот например видос, который мне не понравился и я его не стал выкладывать на ютубе, это его первая версия. Или вот допустим как я познакомился с продавцами черной платины и куда приводит тупость, собственно почему я всем и говорю никогда не покупать черную платину, потому что я сам на себе это испытал. В общем если ты хочешь поддержать канал, ссылки в описании. Дело в том, что пассивка у Висп это то, что когда она находится в воздухе, она невидима. Ты это визуально никак не видишь, но мобы это ощущают, они ее просто не видят. И для того, чтобы максимально этим воспользоваться, существуют разные билды. Один из них там есть у Хомы, смотрите на канале, там в описании закину у него. А я в общем-то расскажу элементарно как это делается. Собственно все на длительность, длительность, длительность полета. И ставим преимущество аэро. Это один из основных элементов преимущества аэро. Это мод легко выбивается, качать его там на изи. То есть проблем никаких нету. И что же мы имеем на выходе, когда мы эти моды устанавливаем? А имеем мы следующий чпок. И все, мы летим. Летим и не то чтобы очень долго, но этого хватает, чтобы постоянно находиться в воздухе. Мы сейчас настали луа. И у нас всего-навсего эти самые три мода установлены. Короче говоря, все на длительность полета. И все на то, что... Ну и вот этот аэро. Я просто сейчас отвлекаюсь маленько. В общем смотри. Смысл в том, что тебе нужно находиться в воздухе, летать и лопасить. Как видишь, мобы тебя не видят. Ты для них невидимый. Как только ты упал, снова приподнялся, и ты снова в воздухе. Ты снова невидимый. Снова летаешь и снова всех убиваешь. Если ты вдруг наведешься где-то на пол рядом с собой, ты ударишь в землю, вот как я сейчас. Поэтому, чтобы не ударять в землю, тебе нужно все время держать прицел как-нибудь вот так повыше. Вот, собственно, весь секрет полетов в виспы. Я же, в свою очередь, не пользуюсь этими преимуществами. Я не летаю в воздухе, потому что я не хожу на сталь, которая там выше 500, наверное, где-то так. А то и до 500 не дохожу. Поэтому я постарался сделать более универсальный билд. Такой, чтобы я мог его таскать везде. И он у меня был такой, что не нужно ничего менять. Взял, взял любую оружку и пошел куда хочешь с этим билдом. Ну, в принципе, где-то у меня это, наверное, получилось. Выглядит все это дело примерно вот так. Здесь у меня растущая мощь. Вместо нее, в принципе, можешь поставить стальной натиск. Но мне больше нравится растущая мощь. Все-таки, ну, как бы, пусть будет. Далее резервуар. Это для удобства, чтобы три цветка одновременно ставить. Это офигительный аугмент. Берется у синдикатов. Там найдешь. Ну, а дальше здесь растяжение. Плюс-минус все остальное тут известно, да? Я поставил пять красных кристаллов. И все они у меня на силу способности. То есть, вот эти дают по 15. Эти по 10. Ну и, как понимаешь, еще плюс 60 дают они все вкупе. Получилось у меня примерно следующее. Сила у меня 393. Зона поражения 109. И длительность 172. Смотри, значит, энергоэффективностью пожертвовал хорошо. Но, в принципе, это ей не надо. Ставим цветок. Бамс. И вот это базовый. То есть, просто, короче, без всяких настакиваний, без всяких мистиков, без ничего. 78 получается у нас длительность. И 2029. ХП было 850. Ну, как бы неплохо, да? Длительность. Да, она нормальная. 50 секунд у тебя есть. Радиус. Да, он нормальный. Не нужно подходить в сам цветок и так внюхиваться туда, залазить, как собака в куст. То есть, у него все нормально получилось такое. И радиус вроде есть. И время есть. Ну и, собственно, сила есть. Что я и хотел сделать. Но, теперь мы начинаем все это дело настакивать. Настакивается следующим образом. Дело в том, что на четвертый скилл вместо ульты у меня привит потенцирование от гельминта. Он дает плюс 50% к силе способностей. То есть, нажимаем четверку. А после этого можем ставить цветы. И вот уже 179 ХП. А, собственно, мощность зеленого цветка 88. Но, это еще не все. Выходим в оператора. Юзаем скилл и возвращаемся в варфрейм. Вокруг нас летает такой синий сыр. Вот этот синий сыр. Вместе с четвертым скиллом, который гельминтовский. И вот у нас уже 2314 ХП и 97% увеличение зеленого цветка мощности. Но, у нас еще есть и растущая мощь. Растущая мощь нам дает плюс 25% увеличения мощности. Если мы наложили статус на какого-нибудь моба. Сверху вверху ты там можешь увидеть. Значит, делаем следующее. Перед тем, как поставить цветки, мы сначала юзаем четверку. Затем выходим в оператора. Кидаем какой-нибудь скилл. У нас задействовано два усилителя получается. Далее мы накидываем статус на моба. И ставим цветок. И получаем уже теперь 2390 ХП. 102% увеличение мощности зеленого цветка. Ну и собственно вот так. Но это еще не все. У нас остался последний мистик. И это улучшение линьки. За каждого убитого моба он дает 0,24% увеличение силы. Это собственно хорошо, потому что вкупе это получается плюс 60%. Но давай посмотрим, как это выглядит. Ну и наконец для чистоты эксперимента я вышел в открытый мир. И собственно настакал линьку. Давай посмотрим, сколько получилось. Ну настакал я ее потому, что в симулякруме были какие-то странные баги с ней. В общем смотри, что мы теперь делаем. Первое. Юзаем четверку. Второе. Выходим в оператора. Юзаем скилл оператора. Возвращаемся в варфрейма. У нас настакано уже улучшение линьки. Теперь все, что нам нужно сделать, это накинуть статус на какого-нибудь моба, чтобы активировать мощь. Стойку нашу. Вот моб. Накидываем. Кидаем. И получаем 2570 ХП. И 114 зеленого цветка. Ну и что я еще хочу сказать, что все прям копировать не обязательно. Если тебе не хочется вот эту линьку, ты же не всегда убиваешь 250 мобов. Это скорее такое подспорье неплохое. Можно ее убрать, например. Тут опять же растущая мощь. Вот она здесь как бы прекрасно можно, если ты делаешь особенно летающего какого-нибудь. Зачем тебе здесь летает растущая мощь аура. Поставь сюда лучше какой-нибудь стальной натиск. Вот он будет намного интереснее выглядеть. То есть, да, я, кстати говоря, наверное, вот так даже и оставлю. Поэтому давай посмотрим лучшее с тобой, что будет на стали. Пойдем на луа 200 сталь, где нас будут пиньи. И, собственно, там с тобой посмотрим, как это все работает. Выходим в оператора, кидаем скилл, юзаем четверку, кидаем цветочки. У меня кроны, видос на который уже был, можешь посмотреть. И все, просто начинаем все резать. Убить нас они не успевают. Цветочки нас выхиливают. Кроны нас выхиливают. Скорость атаки у нас просто бешеная. Как ты помнишь, я стальной натиск поставил ауру вместо растущей мощи. Ну, если тебе нравится, можешь переставить назад. Кому что нравится. 200 сталь. Как ты видишь, если мы их пилим, а не стоим на месте. Конечно, если мы будем стоять на месте, то, собственно, они нас убьют. Ну, а так они ничего нам не могут сделать, собственно говоря. Без всяких этих шилгейтов и прочей фигни. Ну, а если у нас возникают какие-то сложности, допустим, мы начинаем получать с тобой в глаз. Мы просто взлетаем. И они теряют нас из вида. Помнишь, да, что в воздухе мы невидимые. Все, они нас потеряли из вида. А мы можем раз, раз, раз. Мы уже убили 120 мобов. Давай обновим цветочки, посмотрим, сколько сейчас будет. И уже 2 400. И 103 мощи на зеленый цветок. Ну и все, поехали снова. Колбасит как комбайн. То есть, тут я вообще не знаю, что еще надо. Висп это очень универсальный варфрейм. В плане того, что... Немного ты ему надо. Хочешь бафнуть, он бафает хп. Хочешь скорость атаки, он апает скорость... Она апает скорость атаки. Хочешь стан, она станет за счет зеленого цветочка. Это просто офигеннейший варф. Может, конечно, еще использовать всплеск прибоя. Ну а раз уж мы заговорили про третий скилл, а это у нас всплеск прибоя, который... То это настоящий, ну такой прям бешеный контроль. Работает он очень просто. Во-первых, он бустит урон. Это уже неплохо, да? Но не этом прикол его. А прикол его в том, что смотри. Хобана. И все вокруг нас слепые. Все, они ходят слепые, как котята. Здравствуйте. Не подскажете, почему вы такие слепые? О, вот это не слепой. Да, ну и урон, конечно, тоже тут неплохо. Там от них друг от друга перелетают такие огоньки и друг друга бьют. Ну и последнее. Это скилл номер два. Это блуждающий огонек. Блуждающий огонек. Такой довольно интересный скилл. Поэтому у меня в этом варфрейме, собственно, нет защитного переката. Если посмотришь, вместо защитного переката, в общем-то, я здесь ничего не использую. А нету его просто потому, что этот скилл и есть защитный перекат. Мы пускаем тень эту, ну, призрака, тень, пальто, я не знаю, как это назвать. И в тот момент, когда мы в нее возвращаемся, мы становимся неуязвимы, так же, как при защитном перекате. Ну, то есть, смотри, нажимаем два раза на двойку, и у нас хп сереньким висит. А потом отпускает. Только мы можем это делать хрен знает сколько раз. Да пока мана не кончится. Вот я симулировал пулеметчиков этих. Ну и смотри. Все, мы бессмертны. Мы опять бессмертны. Мы снова бессмертны. И опять бессмертны. И опять бессмертны. И вот так мы ходим гуляем. А если поднимаемся в воздух, и мы опять бессмертны. И опять бессмертны. А давай попробуем троечкой. И вот они все слепые. Ходят среди нас. Что-то делают. А мы можем опять. И мы опять бессмертны. Ну вот. Примерно такие скиллы. Давай немного закрепим все это дело. О, кстати последнее. Я чуть не забыл. Самое-самое имбовое, что есть в этом варфрейме. Если мы наведемся на цветок. Видишь, он такой стал. Это шариком выделяться, скажем так. И нажмем всплеск прибоя на троечку. То мы тут же перенесемся к нему. Это кто тут у нас? Охотенный клоун. И давай шутник. Я восхищен твоей честностью. Ты мне даже нравишься. Можешь зайти ко мне домой и пьебать мою сестру. Давай повторим с тобой. Все скиллы, собственно, по очереди. Это те самые цветы. Красный цветок это хпшечка. Зеленый цветок это скорость атаки и скорострельность. В общем-то множитель твоей скорости. И множитель скорости твоего оружия, короче говоря. Твое оружие стреляет быстрее и ты двигаешься быстрее. А синий цветочек это электричество. Урона оно практически не наносит, но зато всех вокруг станет. Красный хп. Зеленый скорость. Синий ток. Далее у нас идет второй скилл блуждающий огонек. Ну, это наш защитный перекат. При возвращении в шубу мы, собственно, становимся бессмертными. И последний всплеск прибоя. Это у нас здесь, в общем-то, слепота, которую мы раскидываем во все стороны. Четвертый скилл это наша ульта. И вот здесь она сама по себе полная дрянь. Ее все гельминтят и не зря. То есть, вот этот четвертый скилл, который дается луч, я его даже не хочу обсуждать. Это полный бред. Нафиг он не нужен. Я сюда привил усиление силы. Но сюда можно привить что угодно. Орех, рина. Сюда можно привить отмирашки какой-нибудь дрянь. Или этот топот от этого гренделя. Тоже будет офигительно. Подпитка, по-моему. В общем, что привить на четверку, решать только тебе. Ну и не забывай, что пассивка это невидимость в воздухе. Ты это не видишь, но мобы тебя точно не видят. Ну а на этом на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, заходите на стримы и так далее и тому подобное. Всем удачи и всем пока.